Библейский портал экзегет.ру представляет 85-й псалом, перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. 84-й был очень лиричным, таким вот минорным, и все там было просто прекрасно, да, такие чудесные обещания, как все будет хорошо. А в 85-м совершенно другой настрой, контраст, носят под заголовок молитва Давида. У нас уже давно, казалось бы, молитвы Давида закончились, да, вот вторая часть книги Псалтирь, она как раз завершилась с этими самыми молитвами Давида. Но нет, почему вот эта молитва сюда попала? Наверное, чтобы не было уж слишком так минорно радостно. Вот эти псалмы сынов короха, это вот, ну, такое благорастворение воздухов обычно. 84-й в особенной степени, а 85-й возвращает сюда какое-то напряжение, какой-то, ну, диалог с 84-м в конце концов возникает. Так ли оно всегда? «Услышь меня, Господи, и ответь, ведь я беден и нищий. Сохрани мою жизнь, ведь я верен тебе. Спаси меня от твоего раба, ведь ты, мой Бог, на тебя уповаю. Помилуй меня, Господи, я взываю к тебе весь день. Обрадуй меня, раба твоего, на тебя, Господи, надежда моя. Господь, ты благомилосерден, многомилостив ко всем, кто призывает тебя. Услышь, Господи, молитву мою, внемли молению моему. В день скорби моей я взываю к тебе, и ты мне даешь ответ. Нет богов, подобных тебе, нет деяний, подобных твоим. Все народы, что ты сотворил, придут к тебе, Господи, склонятся и прославят имя твое. Ты велик и творишь чудеса. Ты бог, и другого нет. Направь меня, Господи, на твой путь, чтобы ошел по нему, храня верность тебе. Укрепи сердце мое в страхе пред именем твоим. Всем сердцем хвалю тебя, Господь мой Бог, буду вечно славить имя твое. Велика твоя милость ко мне, ты избавил мою душу от бездны Шиола. Боже, напали на меня злодеи, скопище злодеев хочет смерти моей. Они ни во что не ставят себя. Но ты, Господи, Боже, щедрый и добрый, долготерпеливый, многомилостивый, верный. Ты взгляни на меня и помилуй меня, даруй силу твою, рабу твоему, спаси сына рабы твоей. Дай знак, что ты добр ко мне. Пусть посрамленные враги мои увидят, как ты, Господь, помог мне и утешил меня. А вот все плохо, да, вот взывают Давид, его преследуют, я беден и ничь, говорит он, а ты еще до того, как он стал править явно, вот он бежит от Саула. Сохрани мою жизнь, его убивают. Я взываю к тебе весь день. То есть, ну, все плохо. А одновременно, хотя я сказал, что контраст с 84-м, сколько здесь минорных этих ноток, сколько здесь такого спокойного размышления. То есть, явно это не момент смертельной опасности. Скорее, это момент, когда он отдыхает, вот, ну, может быть, избегнув этой смертельной опасности здесь и сейчас, и там, где-то вечером на закате, так я представляю себе, он сидит где-то там на камне в пустыне, смотрит, как солнце заходит и размышляет об этом. Вот эти минорные ноты, вот это неожиданно высокое богословие, да. Вот вроде бы все очень просто. Меня преследуют, меня хотят убить. Боже, помоги, помоги, помоги. И вдруг, Господь, ты благ и милосерден, многомилостив ко всем, кто призывает тебя. И дальше целый набор определений. Но ты, Господи, Боже, щедрый и добрый, долготерпеливый, многомилостивый, верный. Да, вот потом это станет определениями Бога в нашем богословии. В исламе, кстати, то же самое. Коран начинается с обращения. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, да. Вот, собственно, Давид уже так взывал. Ну, и смотрите, оказывается, вот у нас тут были в Псалтире такие очень резкие швы. Мы читали с вами такой боевой Псалом, 82-й. Прям на войну идут израильтяне, сейчас всех убьют. 83-й потом такой лиричный. Да, я как птичка, как ласточка в храме Господа свил себе гнездо. А Давид и то, и другое. Вот он одновременно лиричная ласточка, которая, пусть еще не в храме, до храма еще далеко, но вот где-то у Бога на стенке прилепил свое гнездышко, из него выглядывает. И одновременно он воин, который, правда, не говорит, я сейчас всех убью, а скорее говорит, меня сейчас очень скоро убьют, если ты мне не поможешь. Скопище злодеев хочет смерти моей и ни во что не ставит тебя. Но и одновременно все народы, что ты сотворил, придут к тебе, Господи, склонятся и прославят имя твое. Вот может быть гений Давида не в том только, что он такая фигура, знаковая, основатель династии, строитель Иерусалима. Он, конечно, его захватил, но начал его отстраивать так, чтобы он стал столицей. Тот, кто храм собрался построить, правда, это уже сделал его сын. И еще гений Давида в том, что он сочетает вещи, которые очень редко сочетаются. Вот эту удивительную лиричность с таким глубоким и порой очень решительным действием и одновременно свое личное предстояние перед Богом, я и Бог, больше никого, и все народы, которые придут. Ощущение масштаба. Он видит себя внутри этих отношений с Богом, но он видит весь мир одновременно, вот в этих же отношениях. Ты избавил мою душу от бездны Шеола. Вот это о чем? О том, что он не погиб, Шеол, это мир мертвых, или о том, что он получает спасение в вечности, например, да? Даруй силу твою рабу твоему, спаси сына рабы твои. Это про то, что вот сейчас на меня нападут, даруй мне отразить все эти удары, или там укрыться от них, или про то, что в вечности мы просим о том же самом. Вот, пожалуй, в этом псалме эта граница довольно условна. И поэтому молитва Давида впоследствии станет, вообще вся псалтирь станет любимым молитвословом христиан, и на ней будет основано христианское богослужение больше, чем на любой другой библейской книге, включая Евангелие. Евангелие читается за богослужением, но псалтирь дает богослужению ткани, с которой оно состоит, да? Вот, может быть, из таких псалмов в первую очередь, потому что здесь вот личное и вселенское, такое высокое богословское и очень ситуативное такое эмоциональное, да? Оно переплетено, сочетается, и мы видим, что нет конфликта внутри вот этих разных подходов, что это все такой очень цельный взгляд, который одновременно все это учитывают. А следующий, 86-й, будет опять очень лиричным, минорным и какой-то прям вот миниатюрой такой маленькой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok